Доброе утро! Очередная неделя началась. Мы по делам, к сыну, в магазин и прочие дела. А я сегодня не в духе. Во-первых, погода вон какая, и опять дождь обещает. Ну всё уже. Я понимаю, что это человеческие факторы, что человек никогда не бывает полностью доволен. Но тем не менее, что-то как-то меня абсолютно не радует. Как я уже говорила, я прекрасно переношу жару. Ну, конечно, в городе потяжелее, но тем не менее. И такая погода меня больше утручает, чем солнечная и жаркая. Вот. И второй фактор из-за этой погоды. Я когда была на УЗИ Вен, там очень болтливая... Я не знаю, наверное, это всё-таки врач, да, на УЗИ делает. Ой, моя машинка приехала почему-то с другой стороны. Всё, потом да расскажу. Ну вот, пока мы едем, а обратно мы всё-таки решили сегодня в глобус. И погода, и прочее. Я хотела сказать, что доктор, который мне делала УЗИ, была настолько разговорчива, что мы с ней даже договорились до того, что она мне посоветовала продуктовую базу с хорошим качеством. Ну, в принципе, я ей доверяю, потому что, судя по платежам в этой клинике, это же платная клиника, вот, она не может быть самым бедным человеком. И поэтому я думаю, что её рекомендации стоит воспользоваться. Она мне порекомендовала. Магазин называется «Победа». Я посмотрела, что в Москве, в ближайшем Подмосковье, находится 155 таких магазинов. Вот. На фотках это всё очень прилично выглядит. Ну, и цены, которые попали на фотографии, тоже, так сказать, соблазняют. Вот. Мы хотели сегодня доехать до этого магазина. Нашли адрес, посмотрели дорогу. Но у меня и дочка себя не очень хорошо чувствует. А чем ехать-то навстречу, я не пойму. Ну, вот такие вот люди. Здесь очень узкая дорога, очень сложно проезжать. А особенно, когда нет у водителя уважения к другому водителю, здесь случаются неприятные очень такие ситуации, когда два козла на одном мостике узком сталкиваются. Ну, вот. И мы решили, что или мы отдельно из дома съездим посмотреть на этот продуктовую, на эту продуктовую базу, или на следующей неделе. А то сегодня может и дочь пойти, и, собственно говоря, у дочки не очень хорошее самочувствие. Поэтому мы в Глобус, может быть, купим, кого? Бургер и картошку. Брюссельскую капусту. Нет, ну я же все хочу попробовать глобусовский вариант. Брюссельская капуста – это отдельная тема. В общем, мы берем попробовать картошку. Вот я уже ее поставила. А это, к сожалению, с горчично-имбирным соусом. Я такой не люблю соус. Хоть док я вообще не ем. И шаурму тоже не особо приветствую. Так что сегодня у нас по картошке. Так, компот я сегодня не буду. Ой, не знаю даже. Надо еще что-то взять, потому что я адски голодная. Что ты еще взяла? Все, больше нечего. Это окрошка-окрошка. Окрошку? А есть окрошка? На квасе тебе взять? А, да. Только, да, да. Ну что, для картошки я возьму, наверное, сметану или майонез, или кетчуп, или сгущённое молоко. Возьму майонез. Майонез. Майонез и кетчуп. А что, ты не будешь окрошку? Я бы взяла окрошку. Господи. А я еще окрошку взяла. Потому что я хочу есть. Ой, а сегодня есть этот самый йогурт без наполнителей, но им нечего заправить. Фу, гадость. Апельсины с йогуртом, это ужасно. Вкусно с йогуртом дыня. А, да, сейчас я пошла за хлебом. У них своя выпечка. И хлеб очень-очень-очень сильно вкусный. Я обычно вот тут беру. Но сегодня я возьму эту вот булочку. А я попробовала уже картошку. Но на мой вкус она слегка как бы подсоленая. А знотвой? У меня нормально, а вкусно. Да? Ну, это я знаю. У меня, я не очень люблю соль, поэтому я ориентируюсь всегда на другие. Очень хрустящая, очень нежная и не на пережженном масле. Хорошая картошечка. В следующий раз, надеюсь, мы все-таки застанем мясной бургер. Если не обращать внимания на ценники, то здесь очень радует этот прилавок. Это какой-то фермерский, наверное. Здесь все очень дорого, но очень красиво. Вон, капуста цветная, фиолетовая. Капуста оранжевая. А я раньше всегда покупала вот этот вот чеснок. Как-то он называется, моно, что ли, я забыла. Так удобно. Но он теперь стоит 249 рублей за вот эту упаковочку. Это все свихнулись. А тут грибы-лисички по 700 рублей. Пусть погибнут, но никому не достанутся. Они уже все засохли, пересохли. Вот он, этот набор для засолки. 89 рублей. Ну, я что-то была так разочарована. А я с тобой. Я просто эти оранжевые кабачки и оранжевые патиссоны снимала. О, опять будут огурчики маринованные. Андрей это вам пообещал. А. Вон там вдали появился перец блонди. Но я его, по крайней мере, раньше писали, что называется сезонный. Ну, то есть этот вот летний перец. По 90, ну, в общем, по 100 рублей. Надеюсь, скоро подешевеет. Ой, а это же, по-моему, сезонные яблочки. Да? Белый налив. А, какая прелесть. Ой, какой запах настоящих яблок. У мамы была яблоня белый налив. Ну, не совсем белый налив. Она, когда вызревала, у неё внутри такая янтарный, как мёд появлялся. Но она была очень-очень-очень крупные плоды. А эти совсем меленькие. Конференц 249. Моя любимая груша. Но это дорого. Аббат. По-моему, я её знаю. Она такая слегка вяжущая. Я вот этот сорт винограда люблю. Это дамский пальчик, но вот такой очень меленький виноградик. Он без косточек, как киш-миш. И он намного слаще, чем вот такие крупные дамские пальчики. 199. Ну, в общем, по 200. Даже акция 249 у него, а так 199. Очень это вкусный сорт. Но он пока здесь зелёный слишком. Ну, а тут вот чему поразилась. Это очень-очень-очень мелкая черешня. Видите, с ноготочек. И хоть бы не позорились и не писали, что она кубанская. Всё-таки мы как-то привыкли, что Кубань это плодородное место. И там должно быть всё красивое, крупное, вкусное. А в Москву привезли какую-то насмешку, притом такую страшную. Я не знаю, я иду за дочкой, она куда-то идёт. А, на шоколадки смотрят, есть ли акции. Какую-то новую шоколадку мы нашли. Но это, это, веган бар. Но по составу, между прочим, весьма даже симпотно. А из-за наличия, из-за наличия урбеча она будет ещё и сладкая. Но вот цена. 279, 234. А также, я рекомендую, живой шоколад. А шоколад живой? А что, выпрыгивает или что он делает-то? Это вот такая коробка, да? А здесь в составе перемолотые сырые какао-бобы. Всё. Ой, пардон. Это, значит, такая же горечь, которую мы делали из настоящего плода какао. Это был такой горький шоколад, что просто сил нет. Если было, то дешевле я бы Андрею взяла. Ну, не уж нет. За 500 рублей этот живой шоколад, который выпрыгивает из коробки, не надо нам. Ну, в общем, все вот эти вот шоколадки, они стоят нешуточно. Нет, не хочу. Как? Финиковый кофе. В общем, много странной продукции. Овсяный коктейль. А готовый завтрак из полбы. Надо брать. Вкусно, полезно. И, между прочим, более-менее... А, 150 грамм всего. Гречишный чай. Ну, вот, а я все время жалуюсь, что мой чай подорожал. А тут вот гречишный чай, всего 100 граммов, стоит 500 рублей. В общем, диеты нынче не модно. Ах-ах-ах-ах-ах. В общем, теперь, чтобы худеть, надо зашивать рот. Больше никак не получится. Ну, или хорошо и много зарабатывается. Кукурузная мука. Я не помню, есть у меня или нет. Я хочу чехертму. У меня даже курица есть. Взять, не взять, взять, не взять, взять, не взять. Нет, надеюсь, что у меня она есть дома. Ну, все. Мы отстрелялись. Едем в Борисовку, потом ко мне. Погода улучшилась. Я жалею, что я так утеплилась с утра. Единственное, что удручает, не то, чтобы это удручает. Да нет, это все какие-то мелочи. Просто немножечко, как бы, саркастический смех разбирает. Мы раньше ели в багажник вмещали наши покупки. А теперь такие два бедненькие пакетика везем. И раньше меня выгружали два огромных пакета. И еще эти, как это называется, полная упаковка яиц под мышкой. А сейчас у меня такой пакетик, который мизинцем можно дотащить. Так что, я не знаю, кому как и как там. Я смотрела в вопросах, что некоторые, даже пенсионеры говорят, что нет, они не почувствовали увеличение цен. Ну, я почувствовала. Смотрите, Ладу везут. Гранта. Та самая, без подушек. Да. Ну, выглядит на этом, как вот эта машина называется. Не перевозчик, а как она называется. Пока они там стоят, новенькие, блестящие. Это достаточно красиво выглядит. Аккуратнее. Не надо рядом с ним ехать. Пропусти его нахрен. Да, я боюсь вот этих вот больших грузов очень сильно. Они же нас не видят. У них очень высоко зеркало. Реклама же большая была. Тут у нас по трассе стоит KFC. И стоит, ну, бывший Макдональдс. Вон, смотрите, открылось. Надо будет, да, в следующий раз мы обязательно зайдем посмотреть, что там, как там. Но покупать вряд ли, что добудем. Меня эти гнилые булки и тараканы в картошке очень, очень перепугали. Я сильно не люблю такие нюансы. Они меня сильно отталкивают. Поэтому... И будет шеветь заталкивать. Да, да, я очень мнительная в этом смысле. Поэтому просто зайдем посмотреть внутреннюю обстановку. Все ли осталось так, как было. Цельной посмотрим. Там теперь и пола нету. Ну, и вообще глянем в меню, насколько его укоротили. И есть ли картошка фри. Тоже надо будет посмотреть. Мы в Борисовке. Смотрите, какой яркий солнечный лилейник. Просто красота. Но тесно, тесно ему тут, тесно. Ну, хоть так зацвел. А вон там, смотрите, у соседки какая роза. Привет, Сереж. Что-то бросил. Вон какая роза у соседей. Красотень. Да? А это мой зять. Это он надо мной издевается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Чуть-то она такая грязная. Вся изляпанная, заляпанная. Все. Пока-пока.